Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами последний в этом году урок общества знаний. Нам с вами остается посмотреть обзор на духовную сферу, для того чтобы быть уверены, что мы с вами готовы к пополнению контрольно-измерительных материалов ВПР. Напоминаю, что ВПР перенесли на осень, поэтому будем готовы к тому, чтобы справиться полностью с заданиями. И мы с вами три сферы посмотрели – политическую, экономическую, социальную. И сегодня осталось посмотреть на духовную сферу. Какие вопросы мы рассматриваем? Во-первых, конечно же, снова вспомним, что такое духовная сфера. Поговорим о духовных ценностях. Культура и виды культуры. И здесь будьте внимательны, лучше приготовить, потетривать. И потетривать какие-то папки, поместим, какие-то записи. Элементы духовной сферы, такие как наука и религия, искусство, знакомое вам, образование, знакомое вам с пятого класса. Далее мораль, только буквально мы с вами об этом говорили. Ну и наконец нужно поговорить о духовных богатствах и духовных наследиях. Готовы? Надеюсь, все приготовили. Тетради, прям большие ручки. Давайте начнем. Итак, когда мы говорим о духовной сфере, что мы имеем в виду? Это сфера, еще раз, отношения людей по поводу создания, сохранения, распространения духовных ценностей. И что мы относим к духовной ценности? Что-то очень важное. Что является важным? Давайте посмотрим. Моральные нормы и нравственные идеи. Дальше. Традиции и обучения. Рюзные нормы. Произведения искусства. Маучные знания, теории. Почему это духовные ценности? Посмотрите, пожалуйста, как мы их создали. Это наша с вами интеллектуальная деятельность, правда? И это наша самая духовная работа. Вспоминаем про них домослово. И вот эту верхнюю ступенечку. Потребности, духовные потребности. Давайте смотреть. Духовная сфера тесно связана с таким понятием, как культуры. Что такое культуры? Давайте, для начала, посмотрим перевод с латинского языка. Разделываем, разводим. И наверняка и с Еленой Робертовной, и с Ириной Викторовной, и с Исланой Владимировной говорили о том, что кура сначально и в древнем мире, и в средние века относилось больше к понятию все-таки к апротехнике, к земле. А сделаем землю. В 18-м веке мы с вами на истории будем говорить об облахе посвящения. Этот термин стоит уметь к человеку. Мы говорили о совершенствовании человеческих качеств. И о том, что их нужно разделать точно так же, как и с ними. Ну, в конечном счете, как мы с вами сейчас понимаем культуры. Как мы называем культуры, что имеем хорошие воспитания, мы говорим о произведении искусства. Правда? И тем не менее, в обществознании мы с вами будем давать более широкое закрывание культуры, это человеческая деятельность и ее результаты. Итак, представили себе мир, природу. И та часть природы, в которой изменил человек свои интересы, мы относим к сфере культуры. Все, что создано человечеством, народом, социальной группой, одним или человеком, на протяжении всей истории. Мы будем относиться к культуре. Посмотрите, да, в скобочках. Такие объекты культуры можно назвать. Ну, и культура создается естественными веками. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы вот это культурное наследие передавалось из пополения к пополению. И мы опять-таки с вами отличаем к культуре, то, что сделано человеком от природного мира, от мира естественного. Ну, и мой любимый пример, да, в скобочках посмотрите, чем парк будет отличаться от леса. Лес – это природный объект, а парк, незирая на то, что мы увидим там те же самые растения, те же самые птицы, и тем не менее, парк создает человек. Это объект культуры уже. Дальше давайте смотреть. Можно выделить два вида культуры, точнее даже три, но от двух сейчас два. Первое – это материальная культура. Второе – это духовная культура. О чем я сегодня сегодня буду с нами говорить. Материальная культура – это продукты, материальные деятельности человека, производство человека. И результатом этого производства являются материальные объекты. Орудия труда, оман, автомобили. Вот так и все. Дальше духовная культура – это продукты, наши интеллектуальные деятельности. И в результате мы получаем ненатериальные объекты. Эр-борны, правила какие-то, церемонии, мифы, язык. Это ненатериальный объект. Это правила нашей интеллектуальной деятельности. И мы смело относимся к этому культуре. Есть тонкости. Давайте посмотрим на примере книги. Вот книга – это продукт материальный и великолепный культурный. Сложный ответ на этот показ. Вы не снимайте, потому что, с одной стороны, мы видим перед собой материальный объект. С другой стороны, на странице этого материального объекта, мы видим произведение интеллектуального труда-описателя, правда? И получается, что у нас непереходимой границы между материальной и великолепной культурой, в общем-то, нет. И иной раз некоторые объекты, такие как книга, очень сложно классифицировать. Потому что, прежде чем мы создаем материальный объект, мы должны проделать какую-то интеллектуальную работу. Как можно построить, например, церковное здание, не создав предварительный какой-то чертеж, не создав стаил. И наоборот, как нам нужно узнать содержание того или иного литературного произведения, если оно не будет получать какую-то материальную оболочку. Как мы можем слушать музыку, если эта музыка не будет записана модами, на бумаге, и если эту музыку не воспроизводят музыканты с помощью музыкальных инструментов в специальной зале и прочее. Материальная и духовная культура тесно связана между собой. Очень часто, да, и в общем-то довольно-таки справедливо выделяют третью культуру, да, третий культура, которые в полной мере нельзя отнести к материальному или духовному. И это художественные культура или искусство. Почему приносят в отдельную культуру в руки произведения искусства? С одной стороны, эти произведения могут быть продуктами духовной культуры или материальной культуры. Архитектура – это материальная культура, музыка – это духовная культура. С другой стороны, результатом чего является произведение искусства? Это процесс осознания автора, художника, который создаёт, да, то есть у него произведение, действительность, да, человек, поведение человека, природу его, общество его. И вот некие художественные образы рождаются в сознании художника. И художник, я здесь употребляю этот термин в широком смысле слова, и писатель, и композитор, да, и живописец. И затем этот художественный образ становится основой произведения искусства. И мы видим, что какой мир, да, или какие-то отдельные элементы мира отображаются в том или ином художественном образе, в том или ином произведении искусства. И вы можете привести массу мира, да, когда вот художник в своём отношении к чему-то хочет выразить, да, и в конечном счёте, да, он свой художественный образ, который он расплавляет в голове, да, вплёскивает какое-то произведение. Дальше давайте смотреть, что же будет относиться к духовной сфере. Да, какие конкретные объекты. Прежде всего объекты духовной культуры. И это искусство, лука, переген, образование, галаль. И давайте поговорим, видим, давайте поговорим о первых двух элементах, лука, переген. Они, с одной стороны, вроде бы как, могут и конфликтовать, да, и противопоставим, и другим. Но между теми связаны, между собой и между собой. Наука – это духовная деятельность человека, направленная на получение достоверных знаний о мире. Вроде ли общество человека, да. Что в себя включает наука, понятие науки, да, это и научная теория, и учреждения, и профессионалы, которые занимаются научной деятельностью. Цель науки, да, создание научной картины, и чего? Зная, да, закономерности, развитие общества, развитие природы, можно их применить на практике, в интересах человека. Значит, давайте смотреть. Приведение. Мы с вами точно знали на курсе «История». Это повторяли, да, ваши знания, полученные в начальной школе, на уроках Елены Робертовны, что это вера в существование сверхъестественных сил, которые создали мир, управляют мир. Правда? Что включает в себя религию? Представление о мире, о нормах жизни, о способах поклонения богам, о смысле жизни, да, сюда же мы включаем, и какие-то общины религиозные, о религиозных лидерах, о религиозных учениях и прочее. Главная цель такая религиозная. Опять же, посмотрите, это очень такая же, как и науки создания картины мира. Объяснить, как построен мир и почему нужно себя вести так, а не ничем. Как, каково место человека в этом мире, какова его цель. И есть еще одни картины мира. Смотрите, необычные новости, которые признаны, как вы думаете, третью картину мира. Кто создает? Мы уже об этом сегодня говорили, конечно же, деятели и скульптур. Цель создания картины мира в художественных образах, вот как мир, и вот, еще раз повторю, как объявление будет художник. И, в конечном счете, этот мир на полотне музыки и литературные произведения представить зрители. Теперь, с одной стороны, посмотрите, какие три разные картины мира получаются. С другой стороны, иной раз они друг другу, но противоречив. И мы с вами недавно, буквально на днях отмечали 75-летие нашей Великой Победы в Великой Отечественной войне. И вспомните, что вы выполнили, насколько вот эти вот три элемента духовной сферы были связаны. И представление о гравиозной войне, и представление обычной войне, и представление художников, будь то композитора, будь то живописца, будь то писатель, может быть, он быстро, да, об этом. И, в смысле, да, вы получили победу, да, то, чтобы, в конечном счете, победить этот уровень. Каждый выполнял свою функцию, и, в общем, цель была одна. И, в общем, мы запоминаем эту историю, как и картинный мир, в религиозном и научном, и не почтенном образе. Нам это с вами приказано, мы постоянно будем с этим работать. Да, образование. Об этом я с вами говорю с вами в одном классе, мы говорим, что образование – это что? Это деятельность, да, связанная с получением национальные умения и навыков развития и познавательных творческих способностей человека, да. Включая в себя и учреждения, да, или таких социальных групп, в которых человек получает образование, знания, умения, бедыки, учебные пособия, какие-то приспособления, с помощью которых самообразование человека может осуществлять. И, в конечном счете, главные цели образования – это передача к стишине культуры общества новым поколениям, да, сохранение, в общем-то, культурного достижения. Ну, еще в принципе, второй вопрос, как мы об этом говорим, что, ну, то есть, вот это помните, то есть, трудности это не вызывает. Давайте дальше смотреть. И, в общем-то, не вредно, на канале ДПР, вспомнить еще вот эту вот пирамиду, да, вспомнить структуру образования в нашей стране, посмотреть в основании этой пирамиды, дошкольном образовании, который ребенок может получить дом или в детском саду. Далее идут три ступени школьного образования, начальной школы, до 4-го класса, основное общее образование, которое вы сейчас получаете с 5-го до 9-го класса. На базе основного общего образования можно получить среднее общее образование в школе на 10-11 класс. Дальше среднее профессиональное образование в колледже. И в конечном счете, человек, который обладает аттестатом на среднем образовании или дипломом в колледже, может получить еще больше профессионального образования. И помимо этого, давайте посмотрим слева. Есть дополнительные образования. Правда? Все. Давайте дальше смотрим. Надеюсь, вы это вспомнили. Рай. Только недавно нанесла на фонаре в колледже, недавно его изучая. Осталось только еще раз вспомнить, что это. И вспомним. И разобраться, почему это относится к духовных сверху. Ну, потому что, во-первых, это в каждой предмет деятельности. Правда, люди размышляют о том, как правильность вывести, как создать бесконцентное общество, ограниченное общество. Какие правила должны действовать. Ну, и, наконец, моральные волны, особенно если мы имеем злопые правила, обрабатывая бесконцентную ценностью, которые должны перебываться из поколения в поколение. Люди заботятся о состоянии этих моральных конкретных. Ну, и, так, давайте посмотрим на возвращаемся к понятию духовной ценностью, да, и смотрим на раздел духовное богатство и духовное наследие. И начало еще раз, что же мы называем духовными культурными ценностями, да. Ценности, да, созданные человеком в процессе духовной деятельности, которые имеют культурные значения, ну, эти объекты, в общем-то, их ценность признаете или к создателям, или к художням, или к следующим поколениям. Поэтому мы их называем такие ценности. Так, это, например, культурные значения. Мы называем духовным богатством. Ну, все важные ценности, что человечество создало за долгую историю. И, в конечном счете, задача общества, да, и каждого поколения внутреннего общества придется на стесклюнуть, приумерить и бережно передать в годы следующим поколениям. Мы говорим о культурном наследии, да, это часть материальной депутатуры, которая создана в прошлом поколении. Да, и передать в годы следующим поколениям. И в годы, в ценности следующего поколениям. Мы вспоминаем, одна из институционных областностей в российской федерации. Это как раз бережное отношение к культурному и историческому наследию. И как эта обязанность реализуется? Каждый из нас об этом заботится, но улыбается. А сохранение этой ценности заботиться государством, в частности, в нашей стране, выгодите внимание, существует такая структура, как Росохранкультура. Существует общественная организация, одна из них, это Российское общество охранных банкротиков в истории культуры. И на международном уровне, да, заботится о сохранении культурного наследия, такая организация, как Лимонска. Ну, давайте еще раз подумаем, что это организация, которая действует при организации определенных нациях, занимается вопросом образования, научит к культуре и заботится о сохранении, выдающихся природных и структурных активностей. Мы говорили недавно, а мы не стали точные знаниясти, а мы платили на уровне уроков терапии. Ну, и давайте еще раз подумаем. Основные вопросы, которые мы сегодня рассмотрели, духовная сфера, что там относится к духовной ценности, культура, бедокультура, культурной теме на материальные духовные имущества. Или именно эту духовную сферу, такую, как у нас, религия и субботства. Мы, наконец, духовное богатство, духовное исследование для сегодняшнего темы было, в общем-то, несложно, даже приятное. Но давайте по главному научимся. А главное, это все-таки вот такой принцип. Мы с вами, еще раз повторяю, все необходимые материалы рассмотрели. Для того, чтобы у вас была возможность еще раз повторить и убедиться в том, что вы, как 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 вы, посмотрите, пожалуйста, на патификатор. Это список тем, с которыми вы можете столкнуться. И посмотрите. В патификаторе есть раздел человека и общества. И что относится к этому разделу? Пробедитесь к властям. Может, все это прекрасно с вами знают. Да, все изучили. Если такие сферы возникнут, значит, нужно повторить, ребята, дальше. Сфера духовной культуры. Вот, вы бы сегодня об этом говорили. И мораль, думанизм, патриотизм, гражданственность. Да, это то, что у нас с вами. Экономика, тоже это очень недавно рассмотрели. Социальная сфера, посмотрите, что все, как начатся. Да, все это, как ур общества. Алые группы. В принципе, опять-таки, все то, о чем мы говорили. Экономика, по-моему, недавно. В теме, еще раз ваше внимание на это отвечаю, не совсем, опять-таки, мне понравилась работа, особенно тех ребят, которые уже в законе подписали или переписывали, работы по восьмому заданию ВПР. Потому что, опять, конституция у нас, это набор законов, устав и конституция субъектов, разница не виден. И мне нужно тратковать эти понятия, пожалуйста, очень дитяные. Еще раз посмотрите, эти понятия у нас есть. Если у кого-то нет, будет материал этот урок, вспомните, у нас будет, с вами где-то в 20-х числах, вы этим не знаете, я через ряд ископленных тегов, через ваши беседы, через ваши чаты, этот файл еще раз выложил. Этот же кодификатор, я тоже выпадаю в реклассе, я его тоже сделаю доступным, постараюсь сделать так, чтобы вы потребили к этому уроку, каждый у вас в другом спорте, не теряйте вот эти вот рубашки, обе части кодификатора у вас будут распоряжены, повторяйте, не теряйте. Ну и третье, что называется, НКПР, чтобы быть к этому готовым, самостоятельно, пройдитесь, пожалуйста, к кодификатору, убедитесь, что вы все заметите, что у вас нет. Я, естественно, это сейчас уже проверять не буду, тем более летом. Это все, в общем-то, после вашего чистолюбия и стремленного успеха. А вот то, что я буду проверять, это на основе материала сегодняшнего урока, это задание на платформе Япас. Теблайн, четверг, 14 мая, 21 минут. Тест можно выполнить. Большая просьба, без задержек, без, ой, я перепутал, многое другое. Это последняя работа, пересдавать уже ничего не будем. Да? Надеюсь, что работа не покажется, как тяжело. Все, в следующий турнир у нас с вами уже будет группа истории во втором общества знаний, но к новому году закончилось. Я проверяю ваши работы, последние, и выставляю итоговые цены. Все. Спасибо за внимание, до новых встреч.